Байкалбанк – первый и последний самостоятельный банк Бурятии. Открыли в 1993 году с установленным капиталом всего в 300 тысяч рублей. В 1998-м Совет директоров назначает Вадима Егорова председателем правления. Спустя 20 лет компания набирает обороты и превращается в один из крупнейших банков Сибири. Переломная точка – апрель 2016 года, когда все офисы банка внезапно оказались закрытыми, а банкоматы – не работающими. По городу поползли слухи о скором банкротстве компании. Как итог – паника и массовые очереди у терминалов. Тогда сотрудники банка назвали это техническим сбоем, который вот-вот разрешат. В этом же месяце акционеры отправили в отставку Вадима Егорова. Прозвучала версия, что увольнение связано с сомнительными сделками с их селями и кредитами. Или, может быть, председатель правления решил таким образом уйти от ответственности и подставить других. Вопрос пока открытый. 8 августа. Происходит еще один сбой. Банк отключают от системы межбанковских электронных платежей. И тысячи пенсионеров остаются без денег. Спустя 10 дней после этого Центробанк России официально отзывает у Байкалбанка лицензию. И уже в октябре 2016 года арбитражный суд республики признает его банкротом. В апреле 2017 года все новое руководство банка отправляют под стражу в СИЗО по двум уголовным статьям. Расстраты имущества в особо крупном размере и преднамеренное банкротство. Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор, как и безуспешные попытки кредиторов вернуть свои деньги. Напомню, Авдеев и еще трое топ-менеджеров успели проработать на своих постах всего около двух месяцев. А бывший председатель правления Вадим Егоров руководил банком 18 лет. Чингис Ачиров, телекомпания АТВ